Совсем скоро в Тобольске приступят к съемкам сериала «Тобол» по роману Алексея Иванова. Как заявил сам автор, ему удалось на основе исторических хроник написать политический детектив наполовину с фэнтези. Что же будем ждать начала съемок? Тем более, что исторические фильмы сейчас на волне популярности. И прямо сегодня выходит картина «Викинг». Да, перестань бояться. Бояться того, что нападут печенеги. Ночь придет, день наступит. Это российский исторический фильм режиссера Андрея Кравчука, созданный на основе летописного свода «Повесть временных лет». Главный герой фильма, князь Владимир, после нескольких лет странствия возвращается на родину, чтобы отомстить за смерть своего брата. Жажда власти зачастую заставляет даже родных братьев взяться за оружие. Французы считают, что любовь и ревность – вещи несовместимы. У них даже есть такое юридическое понятие, как период разлуки. Супруги могут на три года взять тайм-аут и думать, разводиться им или нет. Заводить новые отношения в этот период не запрещено. О других вольностях европейцев узнаете в комедии «Три счастливых поросенка». Рэми, Матьё и Кристиан – братья, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей. Им самим, их женам и подружкам. И вот однажды жена выгоняет одного из дома. Пока супруг пускается в свободное плавание, девушка сама не прочь завести интрижку с его братом. А самых маленьких ждут на премьере мультфильма «Снежная королева. Огонь и лед». Для третьей части этого мультфильма аниматоры нарисовали 55 тысяч картинок. А в Воронежском центре анимации даже смоделировали 3D-проект волшебного мира. Так, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Какого тролля? Ты холодная, он горячий, а я ничего не понимаю. Герда победила «Снежную королеву» и короля, однако её родители всё ещё в плену у «Северного ветра». Отправившись на их поиски, девочка находит древний магический артефакт – троллей, камень льда и пламени. Необычная находка исполняет любые желания, однако магическая сила камня становится серьёзной угрозой для всего королевства. Картина «Рыба мечта» – это творческий союз эстонского и российского кинематографа. Действия фильма проходят в прибрежном городке Уснарва. Там же прошла и основная часть съёмок. Мне 39 лет. Самое время, чтобы сделать что-нибудь фундаментальное. Питерский интеллигент Роман искал на Балтийском побережье тишины и вдохновения, а нашёл загадочную девушку Хелену и влюбился бесповоротно. Вот только кто она – ожившая фантазия Романа или наваждение, ведущее к гибели? Ирина Кистерева, Евгений Проскуряков, Тюменское время.